Да, Гуччи, его была кличка, потому что у него все, от трусов до вот этого, вот у него все было Гуччи, вообще, все настоящее Гуччи, богатый чел, потом говорят, что ему дали 9 лет. Витаю, с вами Катерина, это правозащитный подкаст «Весна Приди», выпуск называется «Антропология Володарки», и это его третья часть. В первой части мы рассказали про сообщество Володарки, отношение к политическим, в второй части про язык и немного администрацию, ну а эту третью часть я решила назвать фольклором Володарки. Наш герой Олег Граблевский полгода отсидел на Володарке, и туда он с собой взял свой блокнот. Антропоисследование, я писал значком авторского права, защитил. Так вот, листая вместе с Олегом его блокнот, мы увидели и одно стихотворение. Вот это стихотворение написал парень, который заехал, это правильно терминология, заехал в эту хату по статье 328, попался там с какими-то, а, они курили вместе, вместе какую-то марихуану, там какую-то траву, в общем, курили. И поскольку, если ты куришь кругом и уже передал косяк второму человеку, это уже считается распространением и, соответственно, уголовной ответственностью. И он туда попал. И он все сидел, писал, над ним все издевались, что ты там пишешь. Он вот это стихотворение писал, как я понял, очень-очень долго, очень-очень старался. Ну, и я уже набрался наглости, когда уже там месяца два посидел, говорю, ну, давай, говорю, ну, чего ты, давай уже мы его почитаем. Олег записал стихотворение и вынес его из Володарки, и сейчас он нам его продекламирует и пояснит каждую строчку. Перед нами будут возникать образы быта Володарки и людей, которые в нем жили. Некоторые из имен уже встречались в предыдущих частях антропологии Володарки, а некоторые еще нет. Все сидят вместе, и политические, и не политические. И в этой заключительной части антропологии Володарки многое будет перекликаться с двумя предыдущими частями. Ну что ж, предлагаю вам окунуться в эту жизнь через ее фольклор. Предупреждение. Стихотворение не подвергалось цензуре, поэтому в нем встречаются нецензурные слова иногда. Шанхай 6.3. Людская хата. Ну вот хата, я вам объяснил, помещение камерного типа. Людская, это значит, тут сидят... Хата уже впоследствии, когда я заходил в иные камеры, ты заходишь и спрашиваешь, хата людская? То есть нормально ли тут мужики сидят? Нет, саженная ли это хата, где сидят разные люди, социально не искать? Тебе говорят, да, хата людская, не переживай. Людская хата, не маленький круг. Вроде все нормальные ребята, как нам угрозило оказаться тут? Всем, значит, не особо сопутствовал успех, раз легли так карты. Да вообще, как послушаешь всех, оказывается, все не виноваты. Бля, ну правда, какие мы преступники, половина из нас боятся крысы. Крыса у нас сидел у парня, он сидел за убийство, такой здоровый, огромный мужчина. И мы проснулись ночью от зикого крика, когда он там забился в угол нары и смотрел на крысу, которая встала на задние лапки и рвала чей-то пакет и доставала оттуда еду. Каждое утро мы пересматривали свои кишара, кишара это сумки называется, и на предмет того, что в эту ночь у нас пострадало. Потому что мыши и крысы просто безумно там лютуют. Половина из нас боятся крысы. Играем в домино и нарды. В хате только двое лысых. Первое время требования такого администрации не было, чтобы мы вот прям были такие, как яйца голые головами. Но потом понимая, что вот эти вши, крысы, тарканы, ну просто гиена, хорошо, когда ты полностью лысый, так ты себя сбережешь, убережешь от всяческих этих напасей. Но на тот момент, когда мы жили, было только двое таких парней. И даже они не прививают никакого малейшего страха. «Ладно, Саня, но Петя, наверное, на свободе застегивал верхнюю пуговицу рубахи». Про Петю в данном случае идет речь о Петре Слуцком, который из пресс-клуба. Он приехал, он был лысый, он в обычной жизни. И усы такие, как у Марка Твена, шикарные были, ему пришлось сбить. Итак, начну с Гуччи, бывшего моего соседа. Он получал на работе гроши, но умудрился объехать аж полсвета. Говорят, что взятку брал всего один раз, 100 евро. Но сколько он брал, никто не узнает, даже примерно. Гуччи, тоже интересный эпизод. Да, Гуччи его была кличка, потому что у него все, от трусов до вот этого, вот у него все было Гуччи. Вообще все настоящее Гуччи, богатый чел. Парень является сыном, у него отец, руководитель общества белорусско-немецкой дружбы. В Минске вот эти, что ищут, копают по лесам землю, находят жетоны немецких солдат и возвращают память о погибших солдатах их родственникам и немецкому правительству. И вот этого Гуччи его пытались раскрутить на то, что его отец якобы поставлял оружие протестующим. Ну вот такая, ну это с его слов, вот такая была у него легенда. Вот и он сидел-сидел с нами и в какой-то момент его перевели в какую-то другую камеру. Потом говорят, что ему дали 9 лет. То есть его, ну судили там за какое-то мошенничество, поскольку он работал у своего отца. А отец умер, пока он сидел. Вот. Ксаня семейник Балу, на него хотят повесить хуево тучу лавандоса. Семейник, это понятие. В камерах люди живут либо в одиночке, как я жил, когда ты вот сам ешь, либо семейничают. Семейничают, это вот мы с вами объединяемся, делимся друг с другом едой, друг другу помогаем, защищаем друг друга, если вдруг какие-то конфликты внутрикамерные возникают. И таким образом, ну, такое сообщество, это называется семейники. Они могут быть там 2, 3, 6 человек. У семейников есть свое личное пространство, если мы с вами дружим. У них есть личное пространство возле нары, если люди семейничают, это называется хаток. Хаток, да, даже если этот 5 сантиметров, его не могут, если мы с ним о чем-то разговариваем, вот как мы с вами сейчас, мимо нас никто не может пройти. То есть, это пространство, оно священно, пока ты не разрешишь. Вот. Саня семейник Балун, на него хотят повесить хуево тучу лавандоса. Он дважды попадает в тюрьму, скорее всего, мешает кому-то просто. Или я чего-то не знаю, но думаю, мусор ему не помеха. Всякое бывает, но я желаю лично ему только успеха. Нет, конечно, у нас есть особо опасные преступники. Ёбаный свет, эта банда посерьезнее, чем в фильме «Отступники». Наши политики, Руслан, Егор, Олег, Серый Кот, ладно, Андрей, бандит еще тот, но эти уж, мне поверьте, максимум, чем они опасны, могут перейти на красный. Теперь загляну на добрый политик, вообще, он наблюдает за этими людьми, понимает, что максимум, чем они опасны, могут перейти на красный. Опять вот имена Руслана. Так, сейчас будем вспоминать. Руслан Линник, это блогер, который пронормальными явлениями занимается. И там для раскрутки своего, вот, запустил политический контекст, оскорбил министра МВД, осознал, что он в опасности, стал ездить по Беларуси прятаться, прятаться, снимать квартиры в Могилеве. И в итоге его приняли, ну, задержали, в смысле, приняли, опять же, терминология, приняли его в Витебске, где он имел неосторожность рассчитаться банковской картой в одном из гиперов. Его прям, там, сел в маршрутку, поехал на вокзал, и уже на вокзале его приняли. То есть, настолько быстро они работают. Его очень сильно избивали, я ему писал жалобу на причинение телесных повреждений. Егор, это Егор, Егор Конецкий, который по делу студентов, Маша Каленик, Конецкий, Гебри Мариам и прочие вот эти, Трахтенберг, это все его, это все вот эти. У него там было, там, не знаю, 200 томов у них или сколько там дела. Олег, это я, ну, Серый Кот, понятно. Потом полизаключенный блогер Руслан Линник получил 4 года колонии. Блогер Серый Кот Дмитрий Козлов, 5 лет колонии, а студент Егор Конецкий, 2,5 года колонии. Ну, ладно, Андрей, бандит еще тот, но эти уж, поверьте, максимум, чем они опасны, могут перейти на красный. Теперь загляну в хаток. Хаток вы уже знаете, что такое интересно, с кого мне начать, пацаны. Так, сделаю чефирчик и глоток. И, пожалуй, начну с того, у кого самые сильные пальцы. Ну, чефир, вы знаете, наверное, что это такое. Это крепко заваренная заварка. Чефир – это традиция, которая святая, можно сказать. После того, как ты зашел, и тебя спросили, все ли по жизни ровно. Если тебя хата приняла, то вся вот эта хата вечером собирается, заваривается этот чефир. И по кругу, по два глотка пьется чефир. Каждый представляется так, как он считает нужным. Там называет свое имя, статью, и говорит, добро пожаловать. Да, добро пожаловать. Там, я такой-то, такой-то, там, я Олег, статья 209, часть 2, город Минск. Добро пожаловать. Сделаю чефирчика и начну с того, у кого самые сильные пальцы. Ему еще в позапрошлом году исполнилось 20. Расскажу за него вкратце. Погоняла питон. Он никого не грабил. Его приняли, наверное, на Боликовой лабе. Вот этот питон, он парень, который родился с ВИЧ. Ему еще не было и 20 лет. И он сидит по статье, которая еще в Беларуси не применялась. Молодой человек, на тот момент, когда я заехал, он уже больше года сидел, этот питон. В смысле, не применялась? Впервые. Она впервые будет в практике Республики Беларусь. А на Болике они занимались тем, что на кухне в кастрюльках варили некие вещества. В Польше закупали упаковку и продавали через вот эти фитнес-клубы, где качаются. Ну, как вот эти вот, ну, чем там культуристы себя поддерживают. Вот, как очень дорогие, мега дорогие, качественные препараты. Поэтому у нас Пуцукевичу передали витамины. Он такой из Польши, бля, он такой, а у меня таких, говорит, целый гараж. Ну, вот, его приняли на моноболиковый лаби, я вам не вру, коп, и отпустите его на свободу, его ждет там Галя. Он одним глазом будет играть в контру, а вторым смотреть же ляля. Ну, вот эти вот мелочи, которые в контру, то есть человек может рассказать там, что я люблю там играть там в контер-страйк. Его будут неделями подкалывать этими, а как, ну, делать-то нечего, и все вот так перецеживают, перетирают. А джеляль, и сутками смотреть джеляль, это джеляль, это вот то, что, ну, такая беда лично для меня была. По телевизору, по НТ, где они его купили, это джеляль. Наверное, года три идет по ОНТ этот бесконечный турецкий сериал. Завхоз у нас есть, что у него там за делега, лучше туда не лезть. У нас был завхоз, в камере есть два должностных лица. Это смотрящий, который отвечает по понятиям за всякие такие конфликтные ситуации. И есть завхоз, это человек, который отвечает за хлеб, за еду, чтобы было на столе, на дубке. Дубок – это хонный стол называется, дубок, не знаю почему. Он отвечает за порядок такой, за чистоту еду. Завхоз у нас сидел мужчина из Мозыря по наркотическому. Он один из менеджеров высшего звена. Есть такой сайт, где продают наркотики. Вот он один из менеджеров высшего звена. У него была часть пятая статьи 328. Ему там 20 чем-то лет грозило. И никто не знал. Вообще, что за делега? Лучше туда не лезть. Это одно из правил, которые следует знать всем, кто попадает в эти вещи. Ты можешь не рассказывать о том, что у тебя за статья, в чем ее суть. И никто к тебе не будет предъявлять претензии. Ну, а это очень важно, потому что есть люди, которые фиксируют все, что ты рассказываешь, и доносят это в оперчасть. СИЗО делится на две большие структуры. Это те, кто обслуживают процесс, чтобы все были накормлены, досмотрены, выгулены, и т.д. И т.п. И есть оперчасть, это опера, которые оказывают содействие следствию тем, что собирают информацию о том, что говорит человек по своему делу в камере, и передает это потом следователю. Для этого существуют либо стукачи, либо сам человек постепенно рассказывает. Я когда приехал, мне смотрящий сказал, что ты имеешь право вообще не рассказывать, ну, фамилию свою не называть, но она все равно потом стала известна. Тебя ж вызывают периодически. Ну, ты можешь за свою делюгу ничего никому не говорить, никто тебе ничего не скажет. Ну вот, завхоз у нас есть чего-то, что у него там за делюга, решил туда не лезть. Но что-то мне подсказывает, что ему, как и всем, нам будет пиздец. Дальше на старшей за хатой смотрящей впаяли восьмеру, что поделать, женек. Ну, женек на Могилевской живет возле Минской оригинальной таможни, зарезал человека. Будет подавать апелляцию, его нихуя не устраивает этот срок. Я ему писал эту апелляцию, нам не помогло. Вот и дошла очередь до тебя, сынок, это он про себя пишет. Три из десяти доказали эпизода. Мордо. Прикиньте, сколько он наебал народа, но чувствует себя бодро. Ну, этот новый крадун заехал. Крадун – это те, кто воры, воры. Мужчина корову украл. Слава Богу, его не видел Мордо. Мордо – это у нас был один из самых жестоких таких прапорщиков. Его звали Мордо, потому что у него он все время был или пьян, или с бодуна, и он был все время красный. И он первое время любил думать, что он надо мной издевается. Ну, например, ты можешь стоять, вот построение, все стоят, вечернее или утреннее. Ну, у меня было поначалу, а потом мы с ним подружились, очень хорошо даже общались. Он любил ударить вот так кулаком возле головы в нару, так резко, и сказать, что ты на меня так смотришь. Ну, почему-то его раздражал мой взгляд. И вот он всех там жестил. Слава Богу, что его не видел Мордо. Саня уже весь в Испании, время зря не теряет, учитель английский, наверное, мысленно представляет, как он на солнышке в правой руке косячок, в левой виске. Саня – это политический мужчина, он бывший милиционер, и табакерки раскрашивал. И он учил английский, ну, сидя, почему бы не поучить английский. Ну, и вот он сразу стал объектом насмешек, что ты, наверное, хочешь там, куда ты хочешь уехать, в Испанию, а что ты там будешь делать? Буду сидеть пить виски. Вот и приехали. Выходим. Рассказ «Теремок». Вот этими сроками и заканчивается это стихотворение. И наша антропология Володарки тоже. Я надеюсь, вам было интересно. Для чего мы все это здесь вам рассказали? Для того, чтобы знать и помнить, что происходит у нас в стране. И помнить о том, что такого быть не должно. Ну, а я с вами прощаюсь и желаю никогда не попадать на Володарку. Но если вы там побывали, то рассказывайте о своем опыте. Это очень важно для нашей с вами истории современной Беларуси. А наш подкаст «Весна. Принди» и правозащитный центр «Весна» вы можете поддержать на Патреоне. Будем вам признательны. Продолжение следует... Продолжение следует...